В шаге от коалиции немецкие политики приступили к решающему раунду переговоров. Что обсуждают и появится ли наконец в Германии новое правительство, знает Татьяна Лагунова. Коалиционный уикенд немецкие политики и нынешние выходные провели за столом переговоров. Это уже решающий раунд, который, если ничего не сорвется, должен завершиться созданием правящего союза, так называемой большой коалиции из христианских демократов и эздеков. Воскресные переговоры начались с опозданием. Вход в штаб-квартиру социал-демократической партии заблокировали активисты Greenpeace. Они установили цифры 2020 из ледяных блоков, чтобы напомнить Ангеле Меркель о ее предвыборных обещаниях. Ангела Меркель обещала до 2020 года сократить выбросы в атмосферу углекислого газа на 40%, а накануне в ходе коалиционных переговоров отказалась от этого обещания. Мы против. Климат, коалицанты, впрочем, обсуждать не планировали. В повестке дня две главные темы – медицина и трудоустройство. Социал-демократы хотят прописать в коалиционном договоре одинаковую оплату для врачей, которые обслуживают пациентов с государственной и частной страховкой, чтобы медики не выбирали в первую очередь частников, за лечение которых страховые кассы платят больше. И запретить работодателям ограничивать трудовые контракты временными рамками. Христианские демократы против. В начале коалиционных переговоров я сказал, что мы хотим воплотить в жизнь как можно больше принципов социал-демократии. Повторю это и сегодня. Сегодня мы приступаем к решающему раунду. Сколько он продлится, я не могу сказать. Еще есть много важных пунктов, которые нужно согласовать. В лучшем случае завершатся переговоры поздней ночью. В худшем – продлятся еще несколько дней. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Бюро телеканала «Интер».